всем привет привет как обещали сегодня мы с вами правильно заполним основной документ для карту по быту внесок наша любимая школа together предоставляет услуги по заполнению подготовки документов для подачи в ужон но так как мы закончили оплаченный нами курс и продлевать его не стали то обратившись туда с просьбой о помощи подготовки документов но там копирование проверка внеска получили отказ с мотивацией вы уже не наш клиент поэтому идите лесом от полициальной школы мы документы не заполняем копируясь мы не будем кто вам проверить мы не знаем кто вам откопирует мы не подскажем и вот получив от них задорного напутственного пинка мы решили самостоятельно вдумчиво подойти к изучению и решению этого вопроса что нашли и как сделали все расскажем друзья вам но имейте ввиду если вы обучаетесь в together не на годовых курсах то решать эти вопросы вам придется самостоятельно ибо там и пальцем не пошевельнут итак раскладываем для оформления карты по работе или другого вида разрешения на временное часовое пребывание необходимо предоставить пакет документов каким бы ни были основания есть один документ без которого не удастся обойтись ни при каких обстоятельствах это анкета на карту побыту именно ее заполнение часто вызывает множество вопросов ошибки могут привести к печальным последствиям заявление анкета внесок на карту побыту как правильно для начала пару слов о терминологии полное польское название документы внесок о уджелении чужой земцев из изволения на побыт часовой заявку на представление иностранцу разрешение на временное пребывание в разговорной речи закрепились различные номинования заявка заявление анкета внесок внесок на карты побыту если речь о них идет в контексте подачи на карту побыту подразумевается один и тот же документ который рассмотрим в нашем видео где здесь анкету для карты побыта больше оформлением карт побыта заниматься воеводские ужонды соответственно в офисе воеводств и можно взять распечатанный бланк однако гораздо удобнее получить его онлайн скачав с порталов управления по делам иностранцев если принято решение скачивать документ сайтов ужонда делать это лучше на ресурсах того же воеводства в котором планируется подача проблема в том что иногда управление предоставляют бланки с частично заполнены полями например с наименованием самого воеводства применить такой образец сами понимаете в другом регионе будет невозможно все что предоставляется польским органам власти должно быть заполнено на польском языке на первый взгляд правило простой и понятное однако существует несколько очень важных нюансов фамилия имя отчество указывается в соответствии с написанием в загранпаспорте даже если существует польская интерпретация этих данных даже если существуют иные официальные документы в которых эти сведения написаны иначе наименование некоторых географических объектов расположенных за пределами польши указывается в латинской транскрипции но без перевода на польский например озерная улица будет озерная а не и зерна далее рассмотрим подробно каждый пункт внеску на карту поботу но сначала еще несколько правил заполнения общих для всех случаев внося данные в анкету необходимо строго соблюдать ряд норм иначе документ может быть признан бракованным даже при верной информации в нем необходимо учитывать на странице 9 и 10 согласно указанной на бланке нумерации подробно расписаны все правила оформления как и весь бланк пояснения даны на четырех аж языках среди которых есть и русский так что если что-то забудется можно освежить память все сведения вносится большими печатными буквами в рамках выделенных для этого полей по умолчанию заполняются все поля исключение рассмотрим далее в пошагу инструкции в графе обозначение пола допускается только два символа в случае мужчин это привычное м а вот для женщин обязательно указывать к от польского кобета указание символов на других языках ж в ф и так далее не разрешается сведения вызывающие вопросы лучше не вносить а добавить в анкету после уточнения в ужонде и так перед нами довольно глушительной толщины анкетка 12 листов не считая предложения которых поговорим отдельно пугаться не надо во первых потому что в них очень много вспомогательного текста во вторых потому что заполнять внесок придется все равно поэтому перейдем к делу шапка верхняя часть первого листа внеска все до начала номерованных пунктов рассмотрим слева направо сверху вниз печать органа принимающего заявку сами понимаете это не заполняется так как вы не принимаете заявку снова себя далее дата и населенный пункт где происходит заполнение далее предупреждение об ознакомлении с инструкцией на страницах 9 10 тоже не заполняется фото необходимо уточнить уже где правило по этому поводу нужно ли будет вклеивать фото в анкету или достаточно ее предоставить в пакете документов эта норма может отличаться в зависимости от воеводства под заколовком документа пункт для здесь указывается наименование воеводы которому подается заявление обозначаются должность а не личные параметры например до воеводы мазовецкий го последнем поле нет привычных квадратиков для литер но нести данные все равно нужно читаемыми печатными буквами раздел а личные данные иностранца далее пункты нумерованы и мы будем обозначать их в полном соответствии с цифрами в бланке анкеты фамилия как уже указывалось здесь и далее фио в точном соответствии с паспортом предыдущая фамилия если она есть то указывается если никогда не менялась как говорится повторите пункт 1 поле не должно оставаться пустым родовая фамилия полученные при рождении может совпадать с пунктом 2 или с пунктом 1 но должна быть указана однозначно здесь проще рассмотреть на примере ну представимся девушку которая родилась с фамилией а потом она вышла замуж и стала б следом развелась и снова вышла замуж и сейчас уже носит фамилию в в этом случае в пункте 1 будет в в пункте 2 б а в пункте 3 а но если она ни разу не уходила замуж и менял фамилию то во всех трех пунктах будет стоять а имя как загранпаспорт предыдущее имя аналогичное имя отца также указывается соответствии с паспортным написанием если этот документ существует противном случае в соответствии с правилами транскрипции относится данное правило и к пункту 7 и к пункту 8 имя матери девичьей фамилии матери дата рождения имеется в виду рождение соискателя обозначается в формате четыре цифры года плюс два месяца и два дня пол как уже говорили ранее м или к место рождения указывается населенный пункт из паспорта но по-польски страна рождения национальность гражданство указывается на момент заполнения при наличии нескольких паспортов указывается то по паспорту которого вносится данные смейное положение указывается на польском жонаты разведжены вдова вдовец незамежный кавалерский кавалерский образование отмечается тип образования например выше выше средние средние и так далее слоестом портрет краткое описание внешности рост цвет глаз особой приметы затем номер налогового идентификатора в настоящее время обязательный атрибут законного трудоустройства при отсутствии песель более не заполняется телефон указывается действующий номер так как он может быть использован для связи оповещения и других контактов электронная почта аналогично пункту 19 раздел б место проживания в польше важно понимать что речь идет именно о польском месте жительства данные могут быть проверены и в том числе на фактическое проживание ложная информация может стать основанием для отказа воеводство населенный пункт улицы номер дома номер квартиры почтовый индекс если целью анкеты является воссоединение семьи с иностранцем пока отсутствующим в польше перед адресом ставится крестик соответствующим поле указывается адрес где планируется проживание уже он может потребовать документального подтверждения проживания мельдование догура аренды подтверждение права собственности как пример раздел c дополнительная информация раздел посвящен информации непосредственно необходим для получения карты разбит на несколько подразделов обозначенных римскими цифрами заполняется только те поля которые имеют отношение к ситуации остальные остаются пустыми цель пребывания здесь указано 16 оснований необходимое нужно отметить крестиком в случае отсутствия нужного его можно вписать в отдельные стройки внизу поставив крестик в 16 поле члена семьи заявителя в специальную табличку вписываются супруги и дети проживающие соискательным вместе на территории польши по общим правилам обозначаются фамилия имя место проживания нужно указать разрешение на проживание подается ли и на него отдельный внесок на карту по быту является ли еждивенцем для иностранца заявителя пребывание заявителя в рп имеются в виду предыдущие периоды нахождения в стране и основания для них а указать вписать предыдущие пребывания или бы обозначить нынешнее нахождение в польше отметьте крестиком находитесь ли вы больше в настоящее время впишите дату въезда для нынешнего пребывания пересечения границы обозначьте основания для теперешнего нахождения без виз виза карта по быту разрешение выданной другой страной шенгена но не стоит забывать что по законам основание для въезда и основание для карты побыта должны совпадать при наличии нескольких причин для въезда либо пребывания указывайте совпадающие с целью получения карты другие зарубежные поездки вне польши за пять предшествующих лет нужно перечислить все иностранные относительные больше страны гражданином который является сыскатель перемещения данные можно взять из заграничного паспорта затем сведения о достаточных денежных средств дается общая информация например банковский счет спонсорство зарплата супруга и так далее в случае работы указывается заработную плату примеру 2 808 злотых месенничный наличие страховки перечисляются имеющиеся полисы добровольные через зуз по страхованию супруга и так далее случаи нарушения закона вписываются все случаи зафиксированные правоохранительными органами депортации запреты и задержания аресты в случае лишения свободы ну и тому подобное если они отсутствуют естественно пишем не судебное наказание в польше обозначите крестиком нет либо отметить так и детально опишите произошедшие ведутся ли сейчас расследование аналогично предыдущему пункту имеются ли финансовые обременения речь о судебных решениях правила такие же как в случаях 8 и 9 раздел d подпись здесь все просто подставьте свою подпись однако она должна совпадать с образцами других документах а ее размер не должен выходить за пределы предоставленного для этого поля последнее важно ибо при несоблюдении может быть признана ошибочкой раздел е заявление ознакомьтесь с текстом это подтверждение что предоставленные данные верные что соискатель предупрежден о последствиях предоставления ложных сведений и так далее под текстом поставьте дату и подпись приложение к заявке это перечень прилагаемых документов здесь главное не перепутать эту часть заявления анкеты в которой используется слово приложение заложники с отдельными документами бланками с таким же названием о которых мы поговорим далее инструкция это те самые правила заполнения страниц 9 10 о которых упоминал с начале не будет лишним еще раз ознакомиться с ними чтобы убедиться в соблюдении норм и условий служебные аннотации это достаточно внушительный перечень различных пунктов ни один из которых заявитель не заполняется все данные в этом разделе вносит сотрудниками уж он до причем в различное время приложение бланку заявления это уже отдельные бланки специальные приложения к заявлению заполняются только необходимые из них соответствующие цели получения карты залончник от польского залончник приложение из заслуженности произношения в разговорной речи нередко превращается в залочник или даже в залончик это же организма главное здесь понимать что речь во всех случаях идет об одном и том же утверждены 4 типа приложений залончник номер один заполняется если целью карты является работа это заполняется работодателем залончник номер 2 заполняется с приложением 1 если работа выполняется по профессии требующей высокой квалификации так называемая голубая карта залочник номер 3 специальное дополнение для волонтеров и стажеров залочник номер 4 для программ высокой мобильности научных исследований и прочее ну так как нас эти приложения не касаются ибо пода подаем документы на основании обучения то в этом видео мы их не рассмотрим в завершении видео рассмотрим еще несколько вопросов связанных с темой анкеты для карты побыта и возникающих наиболее часто внес их на карту побыта обязательный документ при этом любая неточность может стать основанием для отказа в карте прежде чем направляться в ужон для подачи документов нужно изучить каждый из представленных пунктов чтобы не потратить время впустую что делать если отказали под отказом могут пониматься два разных процесса отказ в принятии документов и отказ выдачи карты в первом случае заявление не принимают изначально во втором приняли рассмотрели но вынесли отрицательное заключение в обоих случаях решение можно даже нужно обжаловать при непринятии документов в течение семи дней а при отказе в течение 14 дней подается апелляция на имя руководства управления по делам иностранцев через того же воеводу что принял отрицательное решение мы постарались дать полную и подробную картину но если какие-то нюансы остались не охваченные можно задать свой вопрос в комментариях под видео или на нашем телеграм-канале а у нас наступила весна снег который нас немного огорчил невозможностью нормально перемещаться на велосипедах активно блинтает дороги подсыхают и мы начали активно эксплуатировать своих осликов так что совсем скоро будут видео красавицы варшаве ну и не только на прошедшей неделе мы отправили документы в ужин и в следующем видео расскажем какие конкретно нужны документы для отправки в пакете и как их отправить и какие документы нужно иметь чтобы ваше официальное нахождение было подтверждено за сим благодарим всех кто нас смотрит выбирайте себе правильное место для достойной жизни всех благ всем до встречи пока